Дорогие друзья, в толковом словаре, напротив слова «пунктуальность» будет стоять фотография ребят из Чаян-Фамали, потому что они у нас уже в гостях, приехали заранее. Артур, Андрей, привет! Привет! Это ребята, которые сбежали с завода КамАЗ и теперь работают усиленно и упорно на лоне отечественного шоу-бизнеса. Друзья, как и обещали, утром на телерадиоканале «Страна-ФМ» будет у нас беседа с группой «Чаян-Фамали» в студии Вероника Романова и Кирилл Исаков. И сразу, ребятушки, вам вопрос. Давайте так. У нас сегодня тема такая была, вообще три часа мы ее обсуждали. Как вы побеждаете стресс? Заедаете его, либо голодаете? Вот как вы справляетесь с этим? Выбрать между двумя. Нет, может быть, у вас есть свой свой вариант. Я сегодня заедал, Андрюха, походу, голодал. Да, если не голодал, а... Я музыкой снимаю стресс. Ага, кого слушаешь? «Уикенд». «Уикенд»? Да, большой фанат его. А Артур, что? Я вообще все слушаю. Все слушаешь вообще? Ну, это здорово. Мне кажется, у музыкантов должно быть обширное предпочтение музыкальное. Да, и их должно быть много. Вот вас двое, можно сказать, что трое, потому что я нашла в вашей истории, что Андрей, он же Ворон, и он же Снежный Лев. Мистер Лева-Лева. Как вот так может мотать музыканта от Ворона ко Льву? Не мог определиться я. Игру Престолов. Либо Ворон, либо Лес. Нет, тогда, кстати, не было. Тогда еще не было Игры Престолов? Да. Это было очень давно. Нет, давай придумаем тебе легенду, что сначала ты хотел быть Варком. Нет, сначала ты хотел быть Ланнистером, потом стал Варком. Давай, давай. Вот так. Надо будет изменить тогда Википедия и все это. Надо будет вообще посмотреть тебе сериал. Да, надо будет посмотреть сериал. А то ляпнешь не того, еще чего-то, потому что там в этом сериале очень легко. На два типа, которые смотрели игру и которые не смотрели. Вот я урывками это все делал, поэтому ты мне поможешь. Ну, практически мы докопались до корня вот этой этимологии твоих. Прежде чем вы будете смотреть сериал, мы посмотрим ваш клип. О, давно не видел. Да, давно не видели. Сейчас вспомним, освежим в памяти. Я думаю, что кто нас слушает, будет даже танцевать. Я не богат, но чувствую себя словно миллионер. Глаза горят, когда себя лоплю я на мысли о ней. У нас полбака бензина и два пылающих сердца. Мы мчим по куполам синим, вдали от сплетенной версии. Запечатляем моменты, ловим ветер руками. Город дышит огнями, танцы под облаками. Снова путаем ночь и день, и рассвет, и закатами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем хире между датами. Снова путаем ночь и день, и рассвет, и закатами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем хире между датами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем хире между датами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем хире между датами. Начнем наш вечер с такого Танцполы, барные стойки В бокале что-то и кола Хочу сказать тебе столько Введем запрет на запреты Со мной останься собою Пусть этот день не проходит Пусть эту ночь мы запомним Снова путаем ночи день И рассвет, и закатами Чтоб эта жизнь стала больше, чем Тире между датами Снова путаем ночи день И рассвет, и закатами Чтоб эта жизнь стала больше, чем Тире между датами Я думаю, что эту песню можно слушать и слушать бесконечно Но хочется еще поговорить с ребятами Смотреть вообще головокружительное видео У вас в клипе на эту песню Руферы, которые в Дубае С крыши практически В миллиметрах от края Едва не соскакивают Я думаю, что сейчас Если человек только включился И слушает нашу танцу Говорит, а с кем они разговаривают? Чаян, помоли у нас, друзья Кто забыл? Яу! Вот так, мы со всеми рэперами Вот так вот С оттяжкой нужно говорить Яу! Яу! Ну, неплохо Челнинский стиль Ну, расскажите про съемки клипа «Миллионер» Много очень кадров с крыш Прям головокружительных Причем с разных С разных Есть и с московских Как это все монтировалось между собой Вы прям прыгали между Эмиратами и Россией С одной крыши на другую На самом деле Телепорт Мы познакомились с ребятами уже в Москве Это с руферами, да? И причем на съемках Олег, девочка его сжимал Она танцовщица в Тодосе Он вот такой экстремал, руфер В прошлом такой трейсер Занимался паркуром И говорит Вот что-то вот Захотелось не быть Как все трейсеры Как все паркурщики Да, да, трейсеры То есть в гипсе, да? И захотелось выделиться среди трейсеров Я, говорит, всего Пять месяцев этим занимаюсь И уже вот он что творит Скатывается без страховки Там с каких-то этажей Со стометровых Так, так, друзья Все, кто нас слушает сейчас Ни в коем случае не повторять Все, что вы видели Нет, в коем случае, да Только для подготовленных Да зачем повторять, когда можно включить просто Клепчай Человек 15 лет занимался спортом Да, умник И вот мы познакомились И просто были шокированы На самом деле их отношением к жизни То есть Каким-то таким Бешабашным Он вообще ничего не боится Он может Там, не знаю Прыгнуть чуть ли не Не на голову Встать вот так вот В такой позе Она там тоже что только не делает То есть они вообще ничего не боятся Но если бы ты посмотрел Как будто последний день живут Если бы ты посмотрел Все сезоны сериала Горец Может быть бы тоже Так бы себя вел Ой, кстати, да Надо пересмотреть Кирилл, ты сейчас Подсадишь ребят на сериалы Они перестанут заниматься музыкой Что мы будем слушать Что мы будем смотреть Викинги посмотрите Итак, друзья Мы говорим У нас передача О творчестве Сериалы с Чаян Фомали А я вот на досуге Мажора смотрел А я ответил на вопрос По-моему, что такое И часть вы снимали Соответственно в Москве Уже вот Москва-Сити Как я понимаю Там в кадре Но там в некоторых моментах непонятно Кажется везде, что дорого-богато Да, да Но на самом деле Сюмки были такие забавные Что касается Москва-Сити Охранник периодически выбегал Запрещал снимать Мы пришлось обманывать Откупаться Откупаться Просто повезло, что охранник Всю жизнь мечтал быть режиссером Безумотанцующий А он там еле два слова связывал на русском Уходить отсюда Нельзя Это в Москве На русском едва Ну ничего удивительного В Челны-Сити В Челны-Сити А я ему там на ломаном татарском Объяснял, что Эй, мы хазар китай, все нормально Ребят, все У нас тут забантуй, да? Кстати говоря, ребят Ну, работа в дуэте подразумевает некое распределение обязанностей Вот, кто у вас лидер? Я ничего не делаю У нас такого нет Мы созваниваемся Забиваем встречу И начинаем просто Творить Творить, да Отслушиваем Минусовки Какие-то тексты Сейчас все пошло в поиск музыки То есть мы пытаемся сотрудничать с зарубежными битмейкерами Мы не пытаемся Мы с ним сотрудничаем Мы сотрудничаем уже с ними, да Но пока мы не афишируем это Вот сейчас канадский битмейкер один Запалили Да, запалили Интересно, интересно Интригу повесили Сейчас, я думаю, давайте мы отвлечемся Тем более послушаем, мне кажется Собрата по оружию вашему Макс Корж И на одном лэбле ребята записываются Потом вернемся к беседе Минуя мир иной Иду по мостовой Каждая минута в кайф Целый мир под ногой Час пик И любимый город Хоть от счастья лети Где твоя удача, брат? Нам с тобой по пути Твой навигатор настроен Оттуда, где тепло Ты мой друг, если че ты стоишь А не просто трепло Твой шанс, где ты рядом Используй его Ведь кому ты нужен здесь Кроме себя самого Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло Я просто делаю своему зло Каждый хочет знать и верить Любит от дрожи по коже Если ты с небом хорош Оно всегда поможет Небо поможет нам Небо поможет искать И небо поможет нам Небо поможет все взять И небо поможет нам Небо поможет нам Эй-эй Эй-эй-эй Эй-эй И небо поможет нам Небо поможет нам Эй-эй-эй Эй, чтоб словить Дняг-мешок Ж Stop, купи Билет в лото А свои пустые бредни Оставь на потом Мне же не надо ничего Я сам себя нашел Видеть мир реально прекрасным, а не мнимое шоу Не зная точный путь, не зная тех преград Мы вышли на старт и ни шагу назад И счастье, что зовут, не за горами, брат Лишь будь готов к нему, всё мигом забрать Каждый хочет знать, где и в чём его ремесло Я просто делаю своё музло Да, нам нужно всё сразу, да, нам не нужно позже Мы с тобой, братишка, до конца, и небо нам поможет Небо поможет нам, небо поможет искать И небо поможет нам, небо поможет всё взять И небо поможет нам, небо поможет нам И небо поможет нам И свет в твоём огне Тебе напомнит обо мне И свет в твоём огне Тебе напомнит обо мне Продолжение следует... Продолжение следует... Не только много хорошей музыки, еще много хороших гостей. Сегодня к нам пришли ребята из Чаян-Фомали, Артур и Андрей. Продолжается утро на телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну и по традиции здесь Вероника Романова и Кирилл Исаков. Главный вопрос, который хотел задать, мне кажется, уже ближайшие пару месяцев. Так, так, так. Что за вопрос? Чаян-Фомали. Вот да, Затмин. Откуда такое название? Абра-кадабра. На весь в воздухе вопрос? Ну... Вообще называют Чаяны. Чаяны, да. Чаяны, почему? Что это значит? Расскажите. Скорпион. Чаян на татарском Скорпион. А Фомали? Фомали. У нас было человек 16 изначально. Большая флейва туса была. Естественная фильтрация. И нас осталось двое. Мне нравится так. Чаян? Да, Скорпион. То есть так ласково называются. Нет, у нас такая бандюшка была. Ну, Скорпион раньше называли, да. Бандюшка. И мы решили, что надо. Крышевали палатки овощные в Челнах. Так и было, да. Бандюшка такая. Мы ходили таких в широчах, в кепках. Отстаивали. С пор хожу. Ну, в общем, у нас была самая такая мощная тусовка. Ну, то есть, как я понимаю, там были наверняка металлисты какие-нибудь, рокеры, кто там еще. У нас даже скинхеды были. Скинхеды, да. А вы рэперы. Скинхеды, да, с татарскими именами, знаешь. То есть это татарский ответ группе Скорпионс. Да, скинхед Рамиль. Это смешно. Да, попадет. Это здорово. Кстати говоря, мы же как бы готовимся к интервью обычно. Заметили на просторах интернета рекламку, в которой вы снялись. Это какая-то танцевальная студия в Набережных Челнах. Скажите, как развивается челнинский тверк? Ой, у нас очень хорошо развивается дансхольчик. Мы это поддерживаем. На самом деле, это видеоприглашение на сегодняшний концерт в Москве. Просто мы решили не использовать слова «приходи на концерт в Москве». А так сказать, попросили девочек сказать это ягодицами. Да, просто завлекали завлекаловками, вот такими сочными девчонами. У нас, знаешь, у нас такая традиция, мы, допустим, куда только не приезжаем, в какой город, обязательно связываемся с местными дансхольщицами, тверщицами. 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 Да, и зовем их на концерт. Но вы еще не осели в Москве, правильно? Да я и не хочу, если честно. Нет, не осели. А вы? А мы, да. Да приходится. Да приходится. Вот так. А я люблю этот город. Потому что работа в Москве. Я надеюсь, что мэр... Я люблю Москву тоже. Я надеюсь, что мэр столицы слушает нас сейчас. Я люблю этот город. Москва, Москва. Москва, страна возможностей, друзья. Переезжайте. Да, страна ФМ возможностей. Спасибо за приглашение. Итак, друзья, давайте мы сейчас сделаем снова такой легкий перерыв в беседе с ребятами из Чайен Фомали, и потом вернемся и продолжим нашу интересную беседу. Полгода субробы, арктический плен, мерещится в нужах карибский бассейн. Мы люди в черном, мы капитаны, мата шансона блинов и смеканы. Белый песок, у нас сахар песок, бунгало с анкадом, соседских досок. С эйр-Ямайка мы пролетаем, швабры с дредами пол вытираем. Хочу на Джамайку, и не могу промолчать об этом. Смывайся, давай, и чтобы все время было лето. Хочу на Джамайку, и не могу промолчать об этом. Смывайся, давай, и чтобы все время было лето. И чтобы все время было лето. Для мотороллеров нет полосы, в черных икс-пятых качают басы. Зимой загореть можно только на стройке, если колымешь на крыше постройки. Ближайшее море, Минское море, дайвер и серфер спиваются с горя. Вместо дельфинов, килька в томате, наш карнавал, самогонная пати. Хочу на Джамайку, и не могу промолчать об этом. Смывайся, давай, и чтобы все время было лето. Хочу на Джамайку, и не могу промолчать об этом. Желание загадай, и чтобы все время было лето. Только любовь. Мир и любовь. Хочу на Джамайку, и не могу промолчать об этом. Смывайся, давай, и чтобы все время было лето. Хочу на Джамайку, и не могу промолчать об этом. Желание загадай, и чтобы все время было лето. Солнце и хлеба, и чтобы все время было лето. Песен моря, и чтобы все время было лето. Возвращаемся в эфир. Идет у нас горячее обсуждение. Ребята из Чаян Фомале, Артур и Андрей у нас в гостях. И сейчас просто... Вероника Романова и Кирилл Исаков по-прежнему тоже здесь. Да, и мы вчетвером попробуем, ну мы поможем ребятам. Рождение нового хита у нас сейчас состоится. В общем, ребята приехали прямо сегодня с самолета, прилетели из Набережных Челнов, и мы решили, почему бы не воспользоваться такой классной возможностью. Как зачитать гимн Набережных Челнов в стиле рэп? Естественно, будут это делать Артур и Андрей. Я не знаю, они тут распределяют обязанности, идут репетиции. Я вот сейчас смотрю, кто писал, кто писал. Готовы? Ну... Итак, рэп Набережных Челнов в исполнении Чаян Фомали. Поехали! Можно музыку громче? Эй, йоу, эй, йоу. Чё бы он понёс? Давай, ты первые четыре, потом я четыре. А, е! Три-четыре, а. Мы как будто старые добрые. Как чудесный корабль, всплывают челны, парусами взметнув свои белые башни. Он прекрасней всех, город нашей судьбы. Здесь причал всех надежд и любви нашей. Город надежд, город ветров, город мечта из несбывшихся слов. Город, который построили мы. Ой, это же как будто с нами. Наши челны распахнули проспекты, объятия свои и знакомые песни. Ветра напевают самый мирный из всех. Город нашей судьбы. Я похож на шефа. Я, я, я. Нормально. Как будто бы шеф забыл. Ну, сейчас стало понятно, что вы действительно не переезжаете в Москву, вы живёте у себя. Тяжело в шоу-бизнесе продвигаться, когда ты, ну скажем так, не в эпицентре событий тусовки? Мы вообще не из этой тусовки, на самом деле. Но деньги-то надо зарабатывать. Мы зарабатываем другими немножко. Мы продаём шмотки в набережных силах. Детали с КамАЗа. Ты сейчас просто так сказал? Просто так сказал. Ты угадал. Да? Вау! Вау! Подсоединился на дне нашего волне. Хоранду подготовились. Молодцы. Ну, то есть, получается, что для вас, Чаян Фомали, музыка — это скорее хобби? Ну, началось как хобби. В принципе, какой-то момент был, что мы такие вроде как... А потом всё же опять, да. А потом опять это вернулось. Легендарный ответ. Был такой, что мы, а потом всё же опять. Да. Можно я запишу сейчас? Запиши обязательно. А это же записано уже. Да, уже записано. Эфир. Эфир. Ну, то есть, всё проще. Всё намного проще у нас. У нас для вас есть ещё одно задание. Да. Но, смотрите. Давайте сейчас модно, знаете, составлять правила жизни какие-то вот в эсквайре. Давайте быстренько начнём, а потом после перерыва продолжим. Выступает дуэтом лучше, потому что... Продолжите. Потому что можно всегда... Забыть слова. Да. Вдвоём сразу. В наших песнях никогда не будет... Пропаганды. Тяжёлых наркотиков. Есть. Вот это правильно. Друзья, давайте вот на этой оптимистической ноте мы прервёмся, потом вернёмся и продолжим. Только лайт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Да что там все к лучшему? Все идеально, друзья. Утро на телерадиоканале «Страна.ФМ» продолжается. Вероника Романова, Кирилл Исаков и Чаян Фомали, Артур и Андрей у нас в гостях. Я сейчас коротко резюмирую. Мы тут обсудили во время музыкальной паузы, что ребята занимаются музыкой и получают с нее деньги, но вот каким образом пишут для других артистов. Как пробиться талантливым музыкантам, на самом деле, большой вопрос. Он и для нас большой вопрос. Огромный, жирный такой вопрос еще. То есть сначала писать другим артистам, у которых есть возможность пробиться, заработать на этом и уже потом продвигаться самостоятельно. Ну и периодически самому надо тоже продвигать. Можно так написать кому-то песню, а потом сказать, мы бы лучше исполнили, смотри. Город нашей мечты. Но гимн уже ваш, все, я уверена, что... У нас, кстати, есть гимн, был, точнее, да, в 2007-м. Ну что, теперь на День города будете открывать программу на центральной площади. Мы с этим завязали, вот эти все городские. То есть не хотите больше с Экс-миссией на одной сцене? С Экс-миссией бы выступили, вот с Экс-миссией мне нравится, кстати, слово. И Экс-миссией такой был коллектив. Но вообще вы любите дуэты? Дуэты? Жалко, что чай вдвоем распались, да. Уф. Ну, зато они теперь не составляют конкуренцию хотя бы по первым буквам «Чай Анфа Мали». Да, кстати, мы частенько там вместе встречались. И когда по радио объявляют, вы все время немножечко тогда... А потом вроде нет. Ну что, ждать теперь, что вы будете просто жить в качалке и потом уйдете, будете... Не-не, у нас своя студия. Мы делаем там песни, делаем себе, делаем другим ребятам, помогаем начинающим. Ведем какие-то мероприятия у себя там с ребятами, скооперировавшись. То есть, ну, какие-то такие движухи обычные. Периодически выпускаем альбомы и... И приносим радость слушателям. Да, и приносим радость слушателям. Приносим радость людям. Давайте продолжим, собственно, нашу рубрику, которая так и называется «Продолжение следует». У настоящего мужика в холодильнике должно быть... Мясо. О, неплохо. Лучше всего свободное время проводить... С семьей. С мясом. Слова настоящего мужика. Конечно же, с половинкой со своей. Мясо и любимые люди. Отлично. Мой любимый спортивный клуб. Арена. Жим. Вот сейчас я вижу, что они записывали рекламный ролик для своего клуба. Хуже, чем уронить смартфон на пол, может быть только... Бутерброд маслом вниз. Бутерброд на тот смартфон, который уже уронил. На тот смартфон, который уже уронил. Не пошло, так не прошло. Ну и самая лучшая одежда, на ваш взгляд, вот самая комфортная для вас. Можно прям говорить? Можно прикладывать? Нет, я имею в виду, нет, стиль скорее, скорее стиль. Спорт, конечно, спорт. У меня кэжуал, я люблю такой, повседневку такую люблю. И кепку не снимаешь в помещениях? Блин, я ее не снял. Как будто с ней родился. Как однажды сказал Бастер Аймист, пускай в футболке будет дырка, главное, чтобы она была удобная. Продолжаем, продолжаем нашу беседу. Напоминаем, что у нас в гостях Чаян Фомали, Артура и Андрей, Вероника Романова и Кирилл Исаков. Продолжают утро на телерадиоканале Страна.ФМ. Ребят, у меня такой вопрос. Мы тут за эфиром, опять же, перекинулись крылатыми фразами, какими-то медитативными, можно сказать, рекомендациями. Это ты со своим воображаемым другом. Гремит лишь то, что пусто изнутри. И это действительно находится в Инстаграме у Артура. Причем в Инстаграме у Артура 33,5 тысячи подписчиков, а у Андрея порядка 10. Почему такой разброс? Что за дискриминация? Кто-то харизматичнее. Кто-то накрутил харизматичнее. Я просто семейный человек. У тебя меньше тверка там. Да, и я редко, если честно, уделяю время социальным сетям. Мясо! До какого-то времени мой Инстаграм был закрыт. Ага, на ремонт. На ремонт. Я ни до кого не добавлял. Ушла на обед, буду завтра. Мне было все равно. Ну, а сейчас я подобрел, открыл аккаунт, но ничего не изменилось. Но подписчиков не прибавляется. Ну, подписчики прибавились. У меня было там в районе 4 тысяч только. Но Артур не такой. Он за славой. 33 тысячи. Это население небольшого городка какого-нибудь. Можно прокачивать. Сколько у нас? А, у нас... Полмиллиона набережных сил. Нет, это неофициально. 528 тысяч, 741 человек пишут в Инстаграме. Ну, то есть из них 500 тысяч от тех, кто были на концерте в Чайен-Фомали приехали. И 24 от реально населения набережных Челнок. Мы поддержим девчонок, кстати, по поводу видео с этими частями тела. Потому что они нас поддерживают. И в ответ я их репостю, потому что, ну, это круто. Этот стиль надо развивать в России. Это прекрасно. Ямайская. Ямайская татарская. Ямайская татарская. Это же знаменитая колония Ямайка татарская. Да, да, да. Исторически. Кто не учил историю, друзья, поднимите учебники восьмого класса. Альтернативная история от Кирилла Исакова. Кстати говоря, если говорить о набережных Челнок, сразу появляется в мыслях исполин... Монстр от большого монстра четырех колесного. И сколько у него? Ака, конечно. Ее сняли с производства в девяносто каком? Шестом году? Я вообще про КамАЗ. И слава богу, наверное. Да, про Акушку хорошо. Есть команда КамАЗ Мастер, которую у всех на слуху выигрывали Париж-Дакар больше раз, чем не знаю что. Они крутые. У меня братишка в этом году ездил до Пекина. Диджей, у меня брательник диджей. То есть, когда они едут на своем КамАЗе, у них кузовик диджей сидит. Вот это круто. Большой кузов. У них там такая обширная программа, я так понял. Казахстан, Пекин. То есть все вот на машинах, вот в эту жару летнюю. И вот он там накручивал им звук. Ребят, у нас есть уникальная возможность сегодня, точнее у вас, почувствовать себя пилотами команды КамАЗ Мастер. Итак, вот, отлично. Значит, Артур у нас отвечает за звук, за звук двигателя и за звук того, что происходит. А ты за визуализацией. А ты будешь штурманом, который дает команды пилоту. Ну а мы будем, соответственно, давать разные препятствия. Итак, готовы? Давай, заводись. Запускай. Итак, едем. КамАЗ Мастер, Чаян, помоли. Яма впереди. Команда. Яма, мы объезжаем слева. Слева. Дерево. Мы объезжаем справа. Обрыв. Давим обрыв. Девочка делает селфи. Берем ее с собой. Лось танцует ча-ча-ча. Лося в багажник. Стас Михайлов дает концерт на дороге. Да. Вот и приехали, друзья. Спасибо. Это была команда Чаян Мастер. Ну а сейчас мы снова сделаем небольшую паузу. Артур Пирожков, Плащ Детка. Вернемся и продолжим общение. Мне не нужны нежные поцелуи. Не подходи. Плачь, детка, я не ревную. Слезы твои для меня лучшая награда. Плачь, детка, плачь от любви. Большего не надо. Мне ничего не нужно, только плачь. Слезами напиши мелодию дождя своей любви. Мне ничего не нужно, только жди. Я тебя спасу, не дам тебе опять с ума сойти. Реки любви, пьяные водопады. Нет, не звони и заходи, не надо. Слезы твои для меня лучшая награда. Плачь, детка, плачь от любви. Большего не надо. Мне ничего не нужно, только плачь. Слезами напиши мелодию дождя своей любви. Мне ничего не нужно, только жди. Я тебя спасу, не дам тебе опять с ума сойти. Плачь, детка, плачь, детка, плачь. Ну, не знаю, Артур Пирожков заставляет какую-то бедную детку плакать. Мы никого плакать не заставляем, заставляем только улыбаться. У нас здесь есть Артур и Андрей из Чаен-Помали. С вами по-прежнему Кирилл Исаков и Вероника Романова на телерадиоканале Страна.ФМ. Выходит наша беседа на финишную прямую. И есть несколько вопросов, самых, что ни на есть, актуальных. Первый, по поводу творчества, альбомов. Что планируется, какие планы в ближайшее время? Было затишье такое, устрашающее. Да, мы напомнили о себе альбом «Миллионер», что мы живы, все хорошо, мы вернулись. Готов EP. Что это? EP? Такой мини-мини альбомчик из семи песен. Но они немножко отличаются от того, что мы выпускали, он более жесткий. А я правильно понимаю, что альбомы уже не выпускают? А сейчас проще выпускать девять треков на альбоме, потому что они вмещаются в пост ВКонтакте. Вот, да, индустрия. Да, индустрия свела... Игра перевернулась. Да, к девяти трекам это лучше. Ну и мы уже приступили к записи нового альбома, причем он так резко у нас как-то сообразился. Да, ехали в такси и вдруг перешли просто к записи нового альбома. Вот, и дай бог мы его попробуем выпустить очень быстро. Писен очень много, очень разных направлений, разных стилей, но мы сейчас нашли такую волну, как раз и Дэнс Холл, и Тверк набирают обороты во всем мире. Дипло, Майдер Лейзер, Тропикал Хаус. Короче, наше время настало. Мы решили быть одними из первых в России. Настало время Чаянов, да? И Майдер Лейзер это как раз... Майдер Лейзер. Это мэр Набережных Челунов. Это мэр Набережных Челунов. Будете как-то совместно сейчас работать. Блин, вот с ним было бы круто поработать. Нет, но он просто один из крутых электронщиков вообще во всем мире. Он законодатель, можно сказать. Ага. А что касается концерта вашего? Сегодня же он? Сегодня? Вот видите, сегодня в 7 вечера концерт. Где будет? Бруклин. На баррикадной какой-то там что-то. Устроим саунд-систем пати, с нами будет арти-селекта. Да, крутой реги-селектор московский, который делает всякие крутые штуки во время выступления. Один из первых, да, в Москве. Почему вы не на репетиции? А, в саундчах 5 часов. А, все, понятно. Все готово. А репетиция была вчера. А пик продуктивности у вас когда? Какое время суток? По московскому времени? По московскому? Мы живем по московскому же времени. Да, мы тоже по московскому. Да, в любой момент. В самом деле, да. Нахлынет и все. Ну, творческие люди, все логично. Какие сюрпризы вообще ожидать на концерте вот тем, кто собирается прийти? У нас будут новые песни сегодня. Много? Наверное, мы еще исполним, не знаю, я до сих пор думаю, Артур уговаривает, совсем новую песню, которую никто не слышал. Даже наши друзья не слышали. Мы ее записали 4 дня назад. То есть, есть шанс, что сегодня будет супер-мега-эксклюзив на концерте вашего? Есть шанс. Будут наши друзья, это самая главная наша поддержка, наши люди, девчонки, мальчишки. Для них мы это устроим. Будете говорить, наши люди, поднимите руки? Будем, конечно. Может быть. И если хотите узнать, скажут ли ребята из Чаян Фомалии, наши люди, поднимите руки на своем концерте, приходите на их концерт сегодня вечером в клуб Бруклин. Ну что, к сожалению, приходится прощаться, могли бы говорить, мне кажется, бесконечно с вами. У нас в гостях были Андрей и Артур, группа Чаян Фомалии. Спасибо. Вероника Романова, Кирилл Исаков. Эти 4 часа вас развлекали. Ну а сейчас, конечно же, послушаем песню Чаян Фомалии «Миражи». В легких темплях, в мыслях ты и надо мною проплывают миражи. В легких темплях, в мыслях ты и надо мною проплывают миражи. В легких темплях, ты и Branch of the Power of the War. Обниму тебя Обниму тебя А на деле воздух Обмани меня Всё ведь несерьёзно Думал мне взять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok